Солнце Солнце Родился я во время эвакуации в 1941 году. Что касается военных, то я, естественно, не помню и не могу помнить войну, но ощущения я помню. Я помню ощущения в коридоре, в комнате, холод, запах холода, запах снега. И утомленный сон с танго, который все время звучал. Чуть не национальный гимн. Солнце Какой-то пропамятью, то есть то, что помимо меня, это у каждого человека есть. Когда вдруг ты какой-то делаешь жест, и вдруг ты сам себе говоришь, это уже было. Это когда-то было. Хотя, может быть, было без топа. Солнце Связано с папой, связано с теткой моей. Тетка вернулась в 1945 году. Еще война не закончилась. Она там вышла замуж, приехала беременная. Муж ее воевал. Она... Она родила, и через две недели у нее ребенок умер. По ночам она вставала и сцеживала молоко, потому что молоко прибывало. Вот этот кадр, где ребенок сосет грудь и засыпает, это испечатление моего детства. Когда я видел ночью, просыпался, у меня была огромная грудь. Такая светлела в сумерках комната. И потащит в лесок, под ракеты мой кусток. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сказка, собственно говоря, что это такое? Это фильм поэмы. Это по жанру своему фильм поэму. Это... Визуальная философия. Вот Люсина мама. Это моя подруга детства, а это ее мама. Это мой дядя. Вот они, эти танцующие, которые... Которые там. А, нет. Тут инвалид, без ноги. Который играет. Да, вот он он. Он просто не собран. Вот он, видите? Да, она рядом с ним. Вот это все танцующие. Видите, какие они все простые. Это у нас павильон. Маша, не пугайтесь, это у нас такой большой компьютер. Ага. Ручный, ручный. Да, он совсем ручной, этот компьютер. Он прирученный. Значит, здесь вот ярусы. Они двигаются. Они двигаются. Здесь довольно свободно. Понимаете, да? Важно только вот эти вот конструкции сохранять. Здесь не нужно соблюдать такую математическую дистиллированную точность. Должен быть художественный хаос. Ну вот сейчас здесь выгоражен кадр. Это из японского, очень коротенького фильма, для Японии точнее. Он делается на основе поэзии японского поэта. Басё такой, великий поэт. Так, Лен, слушай-ка. Тут надо на самом деле какой-нибудь, вроде такой вот, знаешь. Нет, вот надо вот это вот. Тогда быстрее ей можно сделать, понимаешь? Почему я не пользуюсь компьютером? Сейчас же всё на компьютере делают. Все. То есть я считаюсь последним диким человеком, который в диких шкурах с дубиной в руке ходит, уже разговаривать не умеет и только орёт. Вот я, вот кто я сегодня. А это она делает для Басёва, для этого. Это листочки, которые будут там. Просто ветер их сдул. Всё, что я сделал, вообще куда-то всё исчезло постепенно. Теперь, значит, вернёмся к Акаке Акакеичу. Вот смотрите, он весь разбирается. Это всё делала Франческо, моя жена. Вот у него рот. Вот у него. Ну вот он двигается, вот. Вот. Так вот, вот, вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это мой Голливуд Дело в том, что в Голливуде там огромные площади И там декорации и все прочее А у меня все вмещается вот здесь Вот это руки Акаки Акакиевича, видите? А эта рука, видите, я могу двигать Это тоже самое, это глаза Понятно Просто они не разрезаны Ну вот он Это, конечно, все делает с пинцетом, вот видите? Прикрытые веки Смотрят вверх Заплаканные глаза Это рисует моя жена Она художник И это все, что здесь, это она Я потом во время съемки Я потом не только двигаю Во время съемки, если мне нужно что-то дорисовать, я всегда делаю это Детали стола Акаки Акакиевича Ну вот видите, вот тут Это чернила, будто бы пузырек для чернил Я жил на окраине Москвы Район этот назывался Марийный рощ Там были двухэтажные домики Это был как будто бы маленький провинциальный городок У нас в Марийный рощ Дома плохие, окна всегда зимой запотевали И по ним текла вода И вот чтобы вода эта не разливалась Клали под само окно, под стекло Клали такой шнурок, довольно толстый И дальше его свешивали и в банку И вода, которая натекала, она вся сюда в банку И вот у вас такого не было? Вот у Юры Скажем, свеча горит в стакане Граня на стакане Или в стеклянном Соседе горит свеча И этот кот там Плюет, гасит от свечи Я такой свечи ни в одном другом фильме не видел Он меня заставил поверить, что да, этот кот настоящий Это трудно объяснить Вы знаете, я сам не знаю почему Это явление, которое еще до сих пор не нашло свои Не то чтобы оценки Оценку получил Сказка-сказок считается до сих пор лучшим фильмом всех временных народов А кто такой серенький волчок? Это не зоологический персонаж Это персонаж песенки Есть песенка, русская песня Колыбельная Которая придет серенький волчок И утащит зобачок Вот этот персонаж из детской колыбельной песни Стал героем этого фильма Придет серенький волчок Надо его опять найти Юра старался его найти, этот серенький волчок Придет серенький волчок Он ухватит, да мать Когда Юра спросили, о чем фильм «Сказка» сказал Он очень просто сказал, о вечности Я несколько раз посмотрел фильм, когда я наконец понял, что он говорит действительно о вечности Вот так вращается наша жизнь Из поколения в поколение Из одного тысячелетия в другое Что война Потом приходит на смену войне Вот эта вот мирная жизнь Потом приходит Смешивается волшебство с реальностью Смешивается волшебство с реальностью Продолжение следует... Продолжение следует...